Ребят, всем привет! Я сейчас буду готовить завтрак. Давно я не готовил ничего серьезнее, чем кофе. Сегодня буду готовить яичницу с луком и помидорками. Я уже немножко нарезал лук. Мы вчера, кстати, ели капусту жареную. Очень, кстати, люблю. Вот в таком виде. Это вроде цветная капуста. Мне очень нравится. Все же поставил разогреваться сковородку с маслом. Сейчас нарезаю быстро лук, помидорки, все это прожариваю, обжариваю и добавляю яйца. У нас сегодня дождик все утро. Погодка классная именно для того, чтобы сидеть дома. Я скачал целый сезон сериала это мы, третий сезон. Хоть мы и говорили, что мы не будем смотреть сериалы, но те, которые мы уже начали смотреть, все-таки их нужно закончить смотреть. Поэтому, возможно, сегодня пару серий посмотрим. Надеюсь, что не весь день потратим на это. Там посмотрим. Все, я сейчас готовлю. Катя кормит. Тем временем Ваню. Все. Приступаем. Вот, кстати, о чем говорила Катя у нас, смотрите, вот эти вот лопатки. Ну, сфокусируйся. Видите, тут подбегали. Что мы вот так вот делаем? Да, конечно, можно, например, вот сюда положить. Ну, это же так неудобно. Удобно, чтобы оно было прям тут сразу раз помешал и оставил. Вот, я уже нарезал помидоры. Сейчас немножко обжарил лук, чтобы он пожелтел у меня. Ну, то есть, даже не пожелтел, а побелел. Когда он у меня будет беленький, загнили туда помидорки. Все. Кстати, делаю я не на очень сильном огне. Ну, в моем случае, это комфортом. Потому что оно начинает гореть и не успевает. Ну, в общем, я миллион раз по-разному пытался сделать и в итоге, блин, хоть падать. Всем привет, ребята. Я с вами еще сегодня не здоровалась. Мы уже позавтракали. Ваня приготовил просто божественную яичницу. Она была нереально вкусненькая. Вот. И сегодня, как Ваня уже говорил, наверное, скорее всего, говорил про сериал. Говорил, да? Так что мы сейчас будем смотреть сериал. И я буду параллельно разбирать белье. Оно уже высохло. Вот. И вы многие писали в комментариях, почему мы не купим сушилку, машинку сушильную. Дело в том, что... Почему я сомневаюсь в ее покупке, потому что многие вещи, которые у нас есть, на них, на бирочках нарисован значок, что нельзя класть в сушилку. Поэтому я не понимаю смысла покупать тогда машину эту, чтобы потом половину вещей, которые у нас есть, нельзя было класть в эту машинку. Вот. И поэтому я еще пока думаю, не знаю. И нам нужно также, конечно же, и место для этой машинки тоже определить. Этот человечек спать не хочет. Нет, зачем ему спать? Ну что, мы хотим смотреть сериал, да? Хочем круто сериал смотреть вместе с нами. Ну вот это его спал, так что, да. Сейчас он уже намного больше бодрствует. Это так круто. Он так смотрит на нас. Улыбается. Улыбается, да. Ой, так что вот такие вот дела. Мы пока думаем насчет этой машинки. Но вообще идея классная, чтобы вот эта вот не стояла, потому что вот эта вот меня жутко раздражает, жутко бесит. Это ужасно просто. Ну что есть, то есть. Так что сейчас я это все буду делать, собирать. У нас тут в основном пеленки, полотенце и детская одежда. И куча разных полотенчиков. Окей. А, и простыня на матрас Ванюшкин. Так что вот так вот и живем. Ну хорошо, что у нас бодиков много. Я теперь уже не стираю, не загружаю стирку каждый день. Потому что, ну блин, каждый день стирать это вообще какой-то ужас. Каждый день одно и то же. Поэтому сейчас одежды у нас много. Плюс он подрастает. И уже подрастает к той одежде, которая у нас была куплена заранее. И классно. То есть не так, как было в первые недели, что у нас там пару бодиков. И он один испачкал. Быстро нужно стирать, потому что если он испачкает следующий, ему потом больше нечего надеть. Поэтому да, большое количество разной одежды. Это очень удобно. И вот я стирку за несколько дней закинула, постирала. Теперь практически все бодики чистые. И так намного удобнее. Ладно, все. Буду я разбирать это все. Что я вижу, что Ваня уже все включил. Пока на улице нет дождя, мы решили выйти на прогулку. Дошли вот туда, до супермаркета. Пили там хлебушек. Сколько раз мы снова ходили между домами пешком? До того, как появился лебедок? Ни разу. Сейчас с коляской пешком нормально, очень близко. Ну, а что мы прогулялись сюда, сходили, купили все. И сейчас хотим тут есть кафешка с пекарней. Вон там, вот сюда. И хотим выпить кофе, какой-нибудь красанчик съесть. Просто посидеть там как раз с пекарней. Ой, как там все вкусно-то. Кстати, это такая пекарня, потому что я вам когда ездил, мы работаем. Вот, это пекарня. А, ну тогда пойдем в ту, в ту кафешку. Может там что-то тоже интересненькое есть. Здесь можно. Мы приехали домой. Дома так хорошо, мы как раз вовремя пришли, потому что там, похоже, собирается дождь. Прям ветер такой. О, просыпаемся. Да, наш мальчик-зайчик маленький просыпается. Кстати, классный вот конвертик. Он еще, когда малыш подрастет, хотя потом будет жарко, ну ладно. Ну, в общем, классный конвертик. Мне очень нравится, я заказывала на Алиэкспресс его. Такой миленький. Ну, естественно, там под низом он тоже несколько слоев одежды. Но зато не холодно, да, малыш? Ну, это уже... Смотрите, сколько мы все купили. Угу, так, чисто. А что здесь веточка делает? Упала. Мы купили сухие цветочки, которые не нуждаются в воде. Вот, я сейчас покажу. Вместе с вами буду эти цветочки. Я заказала, опять же, такие на Алиэкспресс вазочки классные. Вот, в общем, сейчас я все буду делать и покажу. Но для начала... Мы сегодня будем менять декор? Да, я думаю, сегодня. Почему нет? Темнотех такой. Можно завтра. Ну, в общем, сейчас посмотрим. Мне нужно малыша раздеть, а то жарко. Да, давай. У нас дома тепло, держи, камера. У нас тепло дома. Я, кстати, мы были... Когда в Меркадоне я купил ровную такую вот упаковку. Ну, Катя, что-то сказал, что она не будет. Кстати, вот такая вот упаковочка. Сейчас практически во всех магазинах продают. 16 штук стоит 8 евро. Получается, 50 центов один ров. Нормально. Мне что-то как-то захотелось. Но я не думаю, что я все съем. И ты сейчас что-то будешь кушать? Не знаю, что. Я хотела приготовить овощи и этот стейк пожарить. Как хочешь? Не знаю. Подумаю. Положу пока в холодильник. Мы, кстати, вовремя пришли домой. Пошел дождь и до сих пор идет. И все такое серое стало. То, что успели мы еще по хорошей погодке погулять. Здесь вообще круто. Такая погода, блин, как будто осень. На самом деле уже близится к нам лето. Хочу вам показать, какие мы цветочки купили. Но ставить в вазочки мы их уже будем завтра. Завтра будем украшать к Пасхе уже квартиру. В общем, купили цветочки, которые не нуждаются в воде. Вот такие вот цветные, вот такие вот белые и еще вот такие вот колоски. Я бы в идеале еще бы, знаете, что бы хотела купить. У нас в Украине это растение называют котиками. В общем, такие веточки. На них пушистые такие штучки. Ну, как бы очень типичные пасхальные такие веточки. Я не помню, как по-русски они называются. Потому что, когда я Ване сказала, что это котики, он очень удивился и говорит, что у них так их не называют. Поэтому уточняю. Загрузила я посудомойку. Поставила готовиться обед в духовку. И у нас на обед сегодня будут овощи и стейк. Ну, когда приготовится все, я вам покажу. И у нас за окном дождик. Так, не то чтобы моросит, но такой мелкий противный дождь. Но не ливень. Хотя я больше люблю, когда именно ливень, чтобы вот прям звук дождя был. Потому что сейчас дождь вообще не слышно. И еще в Меркадоне мы купили вот такие вот вешалочки, плечики для шкафчика детского. Такие вот голубенькие, пластиковые и с мешутками. В общем, тоже классные. Они дешевые. И в наборчик идут по 4 штучки. Так, ну что, готов наш ужин. Я пожарила стейки на сковородке. Гребель. Так, что вот мясо уже готово. И также сделала в духовке овощи. Молодой картофель, спаржа, цукини, лук-порей, специи. А, и стручковый горох у нас также здесь. И все, сейчас мы будем обедать. Так, что всем приятного аппетита. А кто это у нас тут кушать не готовит? Ну, я с кухни ощенила, ладно. У нас сегодня будут, будет на ужин фаршированные перчики. А то. Только не как обычно, ну, тушеные в этом кастрюле. А запеченные в духовке. Ты такие готовила? Да, я уже готовила. А у нас... Понравилось. Да, я уже не помню. Только всего готовила. Что я это... Не помню. Это я еще хотел спросить. А у нас сыр есть? Даже нужно сыром посыпать. Ну, в идеале, конечно, было бы круто. Я не знаю, есть ли у нас... А, у нас есть ломтиковый сет. Да, у нас есть сыр. Ломтиками, да? Да, я ломтиками накрою. Все, Анька, что такое? Я еще хочу помидор нарезать кружочками. Угу. Положить помидорку сверху. Угу, вкусненько. И потом, когда уже перед тем, как оно будет уже готово, накрою сыром, чтобы он подрумянился. Слушай, мне тут на днях пришла идея такая в голову. Когда я покупал помидоры, вон там вот у нас лежат помидоры, салатные, они достаточно дорогие. Где-то 6 или 7 евро за килограмм. Когда можно купить за еврик, ну и, в общем, там есть за евро, за 2, за 3, за 4. Я купил самые дорогие за 6 евро. Это, которые есть в супермаркете. Мне такая идея пришла в голову. Не знаю, что вы скажете, и ты что скажешь. Если нам купить много разных помидоров, на каком-нибудь рынке, может быть, еще дороже могут быть помидоры. Да, есть еще дороже. Вот, и попробовать их не угадывать, какие дороже, а просто взять огромное количество помидоров и попробовать. Как тебе такая идея? Ну да, не купить. Интересно? Ну да. Ну что, ну, в общем, ребят, вы тоже напишите, что вы думаете. Но я когда покупал, думаю, блин, было бы интересно там попробовать помидоры подороже. И сравнить, то есть не купить какие-то одни, потому что мы не покупаем 10 видов помидоров. И мы покупаем всегда разные и пробуем. Ну, вроде вкусно, но в сравнении было бы интереснее. Но покупать там 10 видов, подрадить кучу денег для того, чтобы нам чисто свое утешить, любопытство, ну, как-то будет странно. Кстати, да, смотрите, тут был фаршик? Нет, не тут был, ты его унесла. Там вот. И там мы с тобой овощи дарили. Да, да, да. Кстати, очень вкусное мяско ели с овощами запеченными. Я тогда ела. А, да? Да, да. А, ну тогда вообще. Надо разобрать посудомерку и загрузить. Ясно. Ясно. Ну, отлично. Как хорошо, что у нас есть умошница. Ой, не говори. С ней намного проще. Мошница, давай, начинай. Приступай. Ты что, хочешь идти погулять? Сходи в наш шикарный хоромный двор. В наш двор прекрасный. Аромат перцев стоит на всю квартиру. Боже, как вкусно пахнет. Я хочу воспользоваться случаем, и пока Ванечка спит, я гоу в душ. Я хочу в душ, я хочу помыть волосы. Шикарно. Чтобы завтра уже долго. Скоро кормить, да? Нет, еще не скоро. Нет? А, ну хорошо. Я не совсем понимаю. Она не понимает, как это не скоро кормить. Ладно. А пока Катя будет сейчас купаться, я смонтирую влог. Потому что скоро к нам уже приедут. Пока мы покушаем, это будет уже очень поздно. Чтобы это не оставлять на потом. В общем, мы хотим с вами сейчас попрощаться. Катюша вам сейчас целую лечь скажет. Всем спокойной ночи. Всем спокойной ночи. Всем. Пока-пока. Сегодня, кстати, не показала я вазочки, потому что мы решили с Ваней, что завтра будем все это дело делать, и завтра уже все покажем. Да? Точно завтра сделаем? Думаю, да. Почему нет? Ты то же самое думаешь? Подмигнул. Завтра у нас будет много, так что... Да. Ладно, ребята. Все. Все, увидимся с вами завтра. Всем пока-пока. Пока. Я пошел монтировать. Пока. 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 Пока.